Отмечать каждый день рождения новой театральной постановкой для детского здравительно-образовательного центра «Дельфин» стало уже доброй традицией. В этом году видновскому «Дельфину» исполнилось 29 лет. Филиалу в развилке чуть меньше – 15. Ежегодно 1 апреля отмечаем день рождения бассейна и обязательно ставим спектакль, потому что спорт – это спорт, плавание, плавание. Но ведь говорят – культура и спорт. Ну вот из культуры у нас эти пьесы, которые мы ставим. На этот раз сотрудники «Дельфина» поставили небольшой спектакль по мотивам знаменитой сказки Самуила Маршака «Кошкин дом». Герои все те же, но с налетом современности. Соседи, пришедшие к Кошкину новоселье, на первый взгляд приличные и весьма обеспеченные предприниматели. «Знакомьтесь, Петухов, друзья. Бангир из центра банка. Его жена, как умная, прелестная хозяйка». Фабулу также немного изменили. Теперь Кошка спасается не от пожара, а от рикетиров, которые подослал авторитет Хряк. Они требуют либо отдать им дом, либо заплатить кругленькую сумму. Главная героиня пытается занять денег у соседей, но, увы, везде получает отказ. Теряет жилье и находит приют у бедных племянников. «Когда к человеку приходит беда, не все могут в этой жизни протянуть руку помощи. Нужно в этой жизни больше сделать добра. Тогда, я думаю, что мы будем все дружные, будем вместе и всегда сможем протянуть человеку, который попал в беду, руку помощи. И не отказать ни в какой ситуации, как бы ни было нам трудно». В зрительном зале сотрудники и друзья центра. Среди почетных гостей был замечен бывший воспитанник «Дельфина», а ныне мастер спорта по плаванию и серебряный призер Олимпиады в Токио Иван Гирев. «Спасибо. Это, так скажем, часть моей жизни. И как я не мог не прийти и не поздравить его с таким замечательным днем, не посмотреть на это замечательное представление. И в который раз убедиться в том, что здесь работают такие великолепные, душевные, добрые люди. И реально дети, которые сюда приходят, они тоже заряжаются этим позитивом». Сейчас именитый пловец готовится к чемпионату и Кубку России по плаванию, на которой он отправится вместе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым в конце апреля. Ну а у юных воспитанников центра «Дельфин» впереди третий этап Кубка Евгения Рылова, который пройдет 30 апреля в развилке.